Десятый юбилейный турнир по лёгкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко среди учащихся гимназий и лицеев города Бреста собрал самых талантливых юных бегунов. За эти годы соревнования стали своего рода визитной карточкой спортивно-образовательного пространства города над Богом. Все учреждения образования уже на протяжении 10 лет участвуют, всегда нам благодарны. И на самом деле это да, визитная карточка наша, гимназии, конечно, города Бреста. Очень радостно, что дети с удовольствием идут, потому что им хочется участвовать, хочется бить свои личные рекорды, им хочется показать себя. И, вы знаете, наверное, привлекает всегда общение с Юлией. Интересная идея первого тренера Юлии Нестеренко Сергея Салимановича и легендарной спортсменки за 10 лет превратилась в добрую традицию. Личный пример «Белой молнии» – это хорошая мотивация для будущих чемпионов. Чтобы они, так сказать, разносторонне развивались, не только ум, но должно и физическое развитие быть. Поэтому я считаю, что это, в первую очередь, пропаганда. Во-вторых, они видят Юлю вживую. Благодаря моему первому тренеру Сергею Владимировичу Салимановичу, благодаря поддержке директора гимназии нашей, благодаря учителям физкультуры проводим каждый год этот турнир. И я очень рада, что у меня есть возможность пообщаться с детьми. Юбилейный турнир в нынешнем году принял легкоатлетический манеж. Юные спортсмены из шести учебных заведений соревновались в беге на дистанции 60 метров. Юля на чемпионатах Европы выигрывала 60 метров в закрытых помещениях. Ну и в открытых, это ее коронная дистанция 100 метров. Поэтому мы всегда бегаем. В связи с погодными условиями, потому что немножко холодновато, мы перешли в манеж, в ее родные стены, где она тренировалась. Поэтому здесь позволяет только шести. Главная особенность турнира – участие в соревнованиях разных возрастных групп. Среди юных атлетов не только начинающие спортсмены, но и ребята, которые уже решили связать свою жизнь с легкой атлетикой. Участвую в турнире я уже четвертый год. Для меня это очень интересно. Это каждый год новая возможность посоревноваться со своими одноклассниками, с гимназиями другими. Мне интересно здесь участвовать и увидеть олимпийскую звезду Юлии Нестеренко. Легкая атлетика – это один из самых старых видов спорта. И она, как это сказать, она лучше всего развивает меня физически и закаляет мою силу воли. Для меня, значит, участие в этом турнире – то, что я наберусь больше опыта, чтобы лучше выступать в следующих соревнованиях. Исторический факт – спортивный талант Юлии Нестеренко в стенах родной школы разглядел простой учитель физкультуры. Поэтому у гимназического турнира есть все шансы зажечь новую олимпийскую звездочку. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова